Книжный маяк Петербурга Книжный маяк Петербурга Книжный маяк Петербурга Японцы снимали фильмы по Достоевскому, снимали идиоты японские есть, и Карамазовы, и Шекспира. То есть японцы экранизируют произведения чужой литературы. У корейцев, сколько я пыталась вспомнить, они, по-моему, даже китайцев толком не экранизируют. То есть, скажем, в дараме Хваюги 17-го года использованы персонажи из «Путешествия на запад», но к самому роману «Путешествия на запад» это вообще не имеет ни малейшего отношения. То есть они экранизируют в основном свои произведения литературы, при этом они их экранизируют много и щедро. Дальше, говоря о произведениях чужой культуры, нужно иметь в виду некоторые особенности. И одна из них такая – разное восприятие культурных феноменов. Вот самый показательный пример – это «Разбойник Хонгельдон». Афиша старого фильма, северокорейского в данном случае, но это не важно, потому что Хонгельдон – это корейский Робин Гуд, это персонаж старинной корейской литературы, впоследствии фольклорный персонаж. То есть это такой вот герой, который был у них практически всегда, ну как у нас с Тинкаразин, наверное, народный герой. А кто такой для нас? Вот Хонгельдон, вот если мы посмотрели этот фильм и что-то узнали об этом герое, это благородный разбойник. Он отбирает у богатых и отдаёт бедных. И поэтому, когда мы говорим «Хонгельдон», мы себе представляем такого корейского Робин Гуда. Что представляют себе корейцы, когда говорят «Хонгельдон»? Вот, значит, смотришь какую-то корейскую дораму, мелодраму, в центре мелодрамы такая девушка, такая золушка вся, она там на пяти подработках работает, и она вся сиротка, вот, и у неё там с семьёй не всё ладно, и ей один из персонажей говорит «Ну ты у нас прям Хонгельдон». Вопрос, почему корейская золушка Хонгельдон? Ответ такой, она не смеет называть отца отцом, а брата братом. То есть основная характеристика Хонгельдона для корейцев в его восприятии, это то, что он был сыном наложенцем, он был незаконно рожденным. И вот эта девушка, которой там нет отца, предположим, она как Хонгельдон, она не может называть отца отцом, а брата братом. И это как бы главное, вовсе не то, что там благородный разбойник, потому что какой она там разбойник. Вот, вторая картинка вот на этом слайде, это памятник Пушкину в Сеуле. Пушкин был первым деятелем зарубежной культуры, которому корейцы вообще поставили памятник, но имеется в виду в Южной Корее. Вот, и вот такой памятник стоит в Сеуле, как говорит моя дочь Пушкин, стоит с путеводителем, спрашивает, куда это я забрел. На постаменте написаны стихи. Стихи Александра Пушкина, переведенные на корейский язык, по-моему, даже на английский тоже, но, в всяком случае, по-русски и по-корейски там эти стихи написаны. А какие же это стихи? Что приходит нам на ум, когда мы говорим это веселое имя Пушкина? Ну, уж точно не то, что написано на постаменте этого памятника. Я вам прочитаю. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, В день уныния смирись, в день веселья вельно станет, Сердце в будущем живет, настоящее уныло, Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Вот эти стихи первым делом приходят на ум корейцам, когда они слышат имя Пушкин. И эти стихи там настолько популярны. Я несколько раз уже встречала фотографии в Сеуле. Люди снимали на стене парикмахерской эти стихи написаны. Вот человек истрибут, и он смотрит на стену, на стене написаны вот эти стихи русского классика. И он, так сказать, совершенствуется не только физически, но и духовно. Это вот к вопросу о том, что они видят у нас. Есть еще один пример межкультурной коммуникации, скажем так. Вот он. Это поэт Пэк Сок, поэт первой половины XX века, участник сопротивления антияпонского, революционер, близкий к коммунистам. Он часть своей жизни провел в Манчжурии. И вот он написал стихотворение, которое читают в фильме «В любви и на войне». Есть такой фильм о Корейской войне, фильм одиннадцатого года, по-моему. И там это стихотворение читают. Мы, Тарас Витавич, вот это стихотворение перевел. И вот оно в его переводе здесь приведено. «Я бедняга, влюбленный в Наташу-красавицу, а снег все идет». Вот эти первые три строчки, о чем они говорят. Значит, кто такая Наташа? Почему Наташа? Почему он свою возлюбленную называет Наташей? А я вам скажу почему. Потому что Наташа – это Наташа Ростова. Наташа Ростова – это образ России, потому что это героиня самого известного русского романа, большого, прекрасного романа «Война и мир». То есть девушка Наташа – это образ России. Что такое Россия? Россия – это революция. А еще Россия – это вечная зима. Это страна вечного снега. То есть снег, который в стихотворении идет, «Россия, революция, Наташа» – это все знаки, которые говорят на самом деле о том, что на самом деле на уме у поэта. У него на уме революция. У него на уме научиться у русских сбросить ермо угнетателей. То есть как бы любовное стихотворение скрывает под собой вот такой вот пласт. То есть когда они говорят о России, они говорят о снеге. Вот такая цитата. Корейская писательница Ким Санок в предисловии к роману «Приходи на поле Гаоляна» она там обращается к переводчику, который, живя в России, перевел этот роман на русский язык. И она пишет следующее. «Холод закаляет дух человека. И, наверное, благодаря этому русские люди начинают думать еще глубже, приобретают философские взгляды». Она очень сочувствует переводчику, который в Москве, видимо, живет среди вечных снегов, холода, льда, и ему там очень холодно и страшно. А почему такое восприятие России? Потому что Россия обернута к Дальнему Востоку, Сибирью. А Сибирь – это такое вот страшное место, там очень много снега. Вот было такое произведение искусства у японского художника «Кимоно», расписное «Кимоно», и оно называлось «Восход солнца в Сибири». И там просто страшная картина, багровое солнце, которое встает над вечными снегами. Ну, примерно такой вот милый образ России. Поэтому мы должны иметь в виду все эти моменты, когда мы говорим о том, как мы воспринимаем корейскую культуру и как они воспринимают русскую. То есть если они русскую культуру воспринимают так, то мы, очевидно, с теми же погрешностями воспринимаем и их культуру. Вот. Что у нас дальше? Проблема такая – слабо изученность темы. Корейские фильмы 60-х, ну, даже так, начиная с 30-х и по 70-е годы, они у нас практически не изучены, их очень мало переводят. Хотя вот на канале «Корейн Классик Фильм» там 732 тысячи подписчиков. Этот канал периодически выкладывает новые, ну, как новые, старые фильмы, которые они находят, реставрируют, выкладывают их на этот канал. Очень часто с английскими субтитрами. То есть фильмы, в принципе, для просмотра вполне себе доступны, но их смотрят мало. Книг по истории корейского кинематографа тоже мало. Я знаю только одного автора, Алла Хван. Она выпустила книжку в 2007 году, и книжка эта изобилует огромным количеством ошибок, скажем так. Ну, видимо, потому что у неё тогда не было возможности как-то изучить источники, потому что многие материалы появились позднее. Но вот один из таких ярких примеров, она называет фильм тоже, кстати, экранизация рассказа художественного произведения, литературного о Манё. О – это фамилия девушки, Манё – это её зовут. Но она поняла это как обращение. О, Манё. И запятая стоит. Вот на странице 92, чтобы меня не обвиняли, потому что я неправильно что-то говорю. Совсем недавно группа студенток, по-моему, Высшей школы экономики, но тут я врать уже не буду, сделала очень красивый такой сайт по истории корейского кино в виде дерева, то есть даты, и как веточки, значит, идут названия фильмов и режиссёры. И написано, в частности, фильм 67-го года «Сон», снят по произведению Киманчжуна «Сон за облачных высях». Ну, мягко говоря, «Сон за облачных высях» – это 17-й век. Там действительно сновидение. А фильм «Сон» 67-го года был снят по произведению 20-го века и совершенно другого автора. Убедиться в этом, в общем-то, ничего не стоило. Можно было просто посмотреть хотя бы начальные титры фильма, где было написано, что это экранизация такого-то романа, а не такого-то. Ну, это вот просто к тому, до какой степени у нас плохо изучено или плохо изучается вот это вот кино. Ну, типа не надо. Нет, на самом деле надо, потому что корейский кинематограф той эпохи, он очень хорошо резонирует, в принципе, с мировым кинематографом. Мы просто этого не знаем, потому что не смотрим их фильмы. Напрасно. Там было очень много интересного. И вот внизу есть такая вот, вот она, Корёсарам. Это такой сайт, который делают русские корейцы. А там как раз вот по поиску Алла Хван можно найти ее статьи, посвященные корейскому кинематографу. Как-то все развивается, информации становится больше, и статьи у нее, в принципе, интересные. А вот эта книжка, которая была выпущена в 2007 году, и несомненная ценность в том, что она была первая. То есть об этом раньше вообще не писали. Алла Хван начала в этом писать. Поэтому, в общем, она у нас такой первопроходец. Ну, и как все первопроходцы, она, конечно, наступила на очень много камней, которые потом постепенно начинают убираться. Проблема номер три. Написание имен. Это очень серьезная проблема, о которой, в частности, говорила Екатерина Антольевна Пахалкова о том, что мы неправильно пишем имена. Как-то раз я, значит, наткнулась на дискуссию. Знатные корееведы между собой обсуждали, что, вот как же так, мы упускаем ситуацию вместо того, чтобы правильно писать имена. Нам скоро всем придется идти на поводу у бурятских любительниц кей-попа, которые, значит, пишут все эти имена, как попало, корейские. Ну, я, значит, как скромная бурятская любительница кей-попа написала им комментарий, что, товарищи дорогие, а вот вы мне объясните, вот как вот такое-то имя написать правильно, чтобы, так сказать, не опозориться. Они долго между собой ругались, и, наконец, выдали мне вариант, совершенно прекрасный, в центре имени стоял твердый знак, сбоку были еще какие-то значки, которых нету, то есть это транскрипционные знаки, которых нет в русском алфавите, вот так вот правильно писать это имя. Я, в общем-то, вздохнула, пожала плечами, ну и что поделаешь. Вот. Существует, ну вот как бы правильно писать киль-дон, хон-киль-дон, разбойник. Но на афише, вот, которую мы с вами видели вначале, хон-гиль-дон. Вот так было написано на афише, и так вот всем и запомнилось. И вопрос, как правильно писать киль-дон в одно слово, или гиль-дон, вот как было здесь, хон-гиль-дон. В общем, они вот так вот вылетали, как с восклицательными знаками. Хон-гиль-дон, вот когда вот фильм начинал показываться трехсложное. Ким-ки-дук, да, это вот прецедентное написание имени, к которому мы все же привыкли, или там Ким Ир-сен. Но существуют и другие прецеденты, не только эти. Вот есть такой сайт Дорама Ти-ви. Так, я его тут оставила, не оставила. Вот он внизу, представлен, как он выглядит, с сайта Дорама Ти-ви. Там собрана практически вся информация о корейских фильмах и сериалах, которые выходили, выходят новые, старые. И там полно прецедентных написаний. То есть, если вы будете искать правильное написание, Ли Танук, имя актера, Ли, фамилия и Танук в одно слово, имя, то вы его там не найдете, потому что бурятская любительница кей-попа уже написала Ли Дон Ук. И вот по этому написанию вы его найдете, а по-другому нет. То есть, в голове надо постоянно держать целую кучу каких-то альтернативных написаний. И есть еще один такой момент. Некоторые корейские имена, они выглядят на русский взгляд странно. Ну, скажем так, вот есть такой слог Ик в имени. И был такой историк Ким Пусик, значит, он серьезный политик, литератор, написал очень большой такой исторический труд по истории. Но в написании слитном там русский глаз видит Пусика. И ты ничего с этим не поделаешь. То есть, для того, чтобы хотя бы избежать Пусиков, иногда приходится писать в три слога. Потому что, ну, иначе, иначе вот просто выглядит странно. И здесь как бы опять мы сталкиваемся с тем, что не разработана и уже как бы самостоятельно развелась неправильная система написания имен. С ней конфликтует правильная система написания имен. А они конфликтуют, правильных несколько, они конфликтуют между собой. Вот, поэтому с этим тоже как-то, ну, приходится считаться, как-то жить. С этим приходится как-то жить, скажем так. Так, идём дальше и видим многочисленные ремейки. Это ещё одна особенность корейского кинематографа. Вот здесь две афиши. Одна Гуам Хо Джун, 12-го года. Другая Хо Джун. Как видите, разное написание. Это взято с сайта Дорама Ти Ви. Такое написание. То есть один фильм, ну, вы понимаете, что это одно и то же имя. Один фильм назван «Де Джун», в другом случае этого же героя называют Джун. То есть это две конфликтующие системы между собой. Значит, это сериалы исторические, которые рассказывают о жизни легендарного чусонского врача, Гуам Хо Джуна, вот. И что интересно, эти оба сериала сняты по одному и тому же сценарию одного и того же сценариста. Вот один переводим мы, второй переводит, точнее, первый переводит группа Тигрята на подсолнухе казахское. Вот другой переводим мы, фонсов группы «Эхидные дарамщицы». Вот, и когда у нас возникают какие-то затыки, мы друг к другу подглядываем. Во всяком случае, мы у тебя, я точно подгляну, потому что это один и тот же сценарий. То есть по одному и тому же сценарию вот они взяли и сняли два сериала. И они такие немаленькие, 136 серий. Еще одна особенность. Один и тот же актер часто может играть одного и того же персонажа в разных сериалах. Вот Сун Танхюк, он дважды сыграл Лиджирана. Лиджирана – это названный брат первого Часонского государя, Лисанге. Вот у него был названный брат, такой вояка грубый. И его дважды сыграл один и тот же актер в разных сериалах. В сериале «Чон Таджун» он сыграл в 2014 году. И в 2022 году в сериале «Лебангон». Он тоже сыграл вот этого же самого героя. И еще, например, можно привести такой пример «Счастливым к Нечим Самэнов». Я чуть позже расскажу об этом фильме. Там один и тот же актер играл одну и ту же роль по одному и тому же сценарии. Это все было снято. То есть они повторяют эти фильмы, эти сериалы. Во всем, что касается кино Кореи, вот этого периода, скажем так, 50-70-е годы, можно выделить две основные, очень-таки важные, общественно значимые темы. Во-первых, японская оккупация. И во-вторых, разделение страны. И по этому поводу все практически деятели искусства либо высказались, либо про это промолчали. Но промолчали так, что, так сказать, слышно было всем. Например, можно снимать фильм о сопротивлении, а можно сделать вид, что никакой оккупации нет. Нам и так прекрасно живется. И то, и другое будет прочитываться, как определенное отношение к происходящему. Вообще, ну, это, наверное, понятно, что японская оккупация Кореи, это совсем не то, что, предположим, немецкая оккупация в некоторых наших территориях во время Великой Отечественной войны. То есть одно дело, когда полтора года стоят немцы, надо как-то приспосабливаться. Другое дело, когда несколько поколений уже родилось и достигло зрелости при японцах. Вот, и в фильме «Молноя», например, есть такой замечательный фильм 19-го года, там об этом и разговаривают персонажи. Он говорит, ну вот, если ты хочешь жить и работать, тебе надо как-то вот к этому приспосабливаться. Деятели культуры к этому приспосабливались очень по-разному. То есть кто-то просто сотрудничал с оккупантами, но ему так было удобнее. Были люди, которые какую-то базу подводили под это теоретическую, вот под это сотрудничество. И, наконец, были люди, которые ломали свою кисть, ну, такое выражение, сломать свою кисть, то есть не работать на оккупантов никоим образом, там, нонконформисты. Вот, и, казалось бы, отношение к такого рода людям должно быть разное, особенно после освобождения страны, когда начинают перечитывать их произведения, их экранизировать, вот, ну, как бы, нонконформистов мы будем экранизировать, да, а коллаборантов не будем, ничего подобного. Отношение к этим людям было одинаковое. То есть одна и та же группа съемочная экранизировала произведения людей совершенно разных политических взглядов, вот, и делала это, в общем, не дрогнувшей рукой. Ну, вот сейчас посмотрим. Вот это режиссер Чхвин Гю, один из моих любимых режиссеров 40-х годов. Корейский неореалист, как его называли, и это действительно так. В его фильмах очень много признаков неореализма. Ну, вот падает, я не буду о нем подробно рассказывать, он погиб в 50-м году. Вот этот черный, черный такой вот плакат, это в 2005 году под одной обложкой были выпущены сразу четыре отреставрированных фильма времен оккупации, в том числе фильма Чхвин Гю, плата за обучение бездомные ангелы, потом был там фильм про добровольцев, это про то, как давайте все сражаться за великую империю японскую, еще какой-то фильм. Вот, то есть четыре фильма были выпущены, это их наследие. То, что эти фильмы представляли собой такой вот, такой посыл имели, коллаборанский, это как бы не имело значения, не имеет значения, потому что это наше культурное наследие. Мы будем это наследие беречь. Есть еще одна вот тема, я тут записала, недомолвки в биографиях. Дело в том, что понять биографии людей начала 20-го века бывает очень сложно. Вот, например, как умер Чхвин Гю, никто толком не знает. Когда началась война, он вроде как был похищен северокорейскими службами. Была у них такая милая особенность похищать деятелей культуры. И говорят, что он был застрелен при попытке к бегству. Но точные данные о его гибели, они неизвестны. Вот у поэта Пэк Сука, вот у этого, у него вообще альтернативная биография. То есть, согласно одной биографии, в 1963 году он умер в северокорейском лагере. Согласно другой биографии, более достоверной, которая сейчас считается правильной, в 1996 году он скончался, будучи чуть ли не ректором университета в Пьяниане. То есть, у человека две биографии, может быть. Может быть непонятна дата смерти, могут быть непонятны обстоятельства смерти. Поэтому мы какие-то вещи о деятелях культуры тогдашних просто не знаем. Вот так вот любопытно это все бывает. Все кино той эпохи 50-х, 60-х годов можно условно поделить на две неравные части. Большая часть это то, что снял Син Санок и все остальные. Вот Син Санок и Чуэн Хи это такая вот, скажем так, банда. Посмотрите, какие они веселые на этой фотографии. Которые фактически сделали кинематограф 50-х, 60-х годов Южной Кореи. На черно-белой фотографии Чуэн Хи вместе с Мерилин Монро, там никому не показалось, это во времена Корейской войны, две кинозвезды. Чуэн Хи была звездой номер один. То есть какой бы фильм вы ни открыли, 50-х, 60-х, ну с 55-го года и где-то там, то вы обязательно ее там увидите. Она обязательно будет играть главную роль, и когда ее уже будет так под сороком нехорошо, она все равно будет играть юную прекрасную деву. Но на самом деле не только. Она играла и в комедиях, она играла и в возрастные роли. Кроме того, она была одной из первых женщин-режиссеров, открыла свою школу, они развелись с Сен-Саноком, с большим скандалом, там были какие-то измены. Кстати, неизвестно, родные ли у них дети, или усыновленные, вот это вопрос о альтернативных биографиях. Короче, когда они развелись, она стала вести киношколу, а он продолжал снимать какие-то фильмы. Значит, в один прекрасный день она поехала в Гонконг по делам своей киношколы. Очнулась она с мешком на голове и в трюме. Через 8 дней ее, значит, выгрузили в Пхеньяне и поселили на вилле со словами, что нам нужна кинозвезда. Что интересно, ее разведенный муж поехал ее искать. Он пошел по ее следу и был точно так же похищен. Дальше, как он говорит, что он провел 5 лет в лагерях, но дело вот в чем. Дело в том, что после того, как они сбежали, а они сбежали спустя какое-то время, они дали очень много интервью. Они сначала жили в Америке, потом вернулись в Южную Корею и очень много рассказывали о том, как они жили в Северной Корее, что они там делали, как они там страдали и как они оттуда сбежали. В зависимости от того, кому они давали интервью, показания, в общем-то, разнятся. Скажем, когда они в Америке старшему брату рассказывали, как им было плохо в Северной Корее, как их там угнетали, держали на вилле, кормили марципанами. Это было одно. Когда спустя много лет уже дома в Сеуле Син Санок начал рассказывать, он в одном из интервью взял и проговорился, что в Северной Корее было гораздо больше свободы. Ну, например, он там показал экранный поцелуй. Для даже не целомодренного, а, скажем так, ханжеского восточного общества это был очень серьезный такой шаг. В принципе, поцелуй – это очень важный элемент корейской мелодрамы. Все зрители корейских сериалов всегда ждут первого поцелуя. Какой он будет? То есть поцелуй обязательно должен быть. Какой он будет? Как его снимут? Будет ли камера на вертолете летать вокруг влюбленных, целующихся? Вот первым экранный поцелуй показал Син Санок и чуть ли не на экране Северной Кореи. Вот там же он снял, как он считает, свой лучший фильм. Там же он снял культовый фильм «Пуль Гасари». Это такой коммунистический «Годзилла». Это очень… С одной стороны, там довольно примитивные спецэффекты, причем, что интересно, самого монстра играет японец. Он там внутри вот этой машины находится. Вот с одной стороны, довольно примитивные спецэффекты, а с другой стороны, вот этот фильм «Пуль Гасари», он с такой начиночкой, потому что там, значит, показан монстр, который ест железо. Это фольклорный персонаж. Он ест железо, он жалеет крестьян, он поднимает такой бунт против злого короля, злых министров, там всех подавил, своими огромными лапами, значит, сожжал железо. И потом возникает вопрос, а что же нам делать с Молохом революцией-то? Потому что его надо кормить железом, он сейчас сожрет все железо в Корее, потом съест все железо в мире, и мир у нас станет конец. И Пуль Гасари, значит, сам по доброй воле, так сказать, самоубивается, но он не умирает, но совсем превращается в такого маленького кавайного Пуль Гасарика. Очень, на самом деле, хороший фильм, очень трогательный по-своему. Вот это вот все было снято там, на севере. Так, где мы с вами? Переходим, наверное, к конкретным фильмам. И первый фильм, который мы посмотрим, разберем, это фильм, снятый по роману Ли Гвансу. Вот, видимо, надо писать Квансу, но в романе, в переводе романа к Гвансу. Роман переводила Аделаида Федоровна Трацевич. Вот, она не просто матриарх, она, я даже не знаю, как сказать, она краеугольный камень корееведческой литературы, поэтому вот она написала Гвансу. Это вот как раз был такой литератор, который сотрудничал с японцами. То есть в молодости он был одним из авторов Декларации независимости 1912 года. Потом он несколько пересмотрел свои взгляды, он считал, что нужно сотрудничать с оккупантами, потому что японцы, ну, не будем закрывать на это глаза, они были более развиты в техническом смысле, у них было гораздо больше всего, что им, особенно, немецкие коллеги предоставили, в том числе и, кстати, в кинематографе. То есть вот, кинокамеры, вот это все, это все шло оттуда, с запада через Японию. Вот, и давайте мы будем учиться у наших завоевателей, а как у них учиться? Самый удобный способ учиться у завоевателей, это на них работать. Вот я к ним устроюсь на работу, буду на них работать и принимать у них, значит, все то хорошее. Но это воспринималось как, ну, своего рода предательство. И с ним очень многие и порвали отношения, или очень жестко полемизировали. После освобождения он жил в монастыре, и от него ждали, что он там кается, напишет какое-то покаяние, он написал роман буддийский по содержанию, роман называется «Сон», и в этом романе такая вот мысль, что наша жизнь – это сон. Вот, это рассказ о монахе, который влюбился в девушку, и ему очень-очень хотелось с этой девушкой жить. И он действительно на ней женился, у них родилось четверо детей, за ними там были погони, потом их разоблачили, ему пришлось убить одного человека, потом другого, потому что, ну, вот такое вот происходило. И когда уже над его головой был занесен меч, он проснулся. И после этого все, у него наступило просветление, жизнь – это сон, как хорошо, что ничего этого не было, не надо мне никаких девушек. В общем, он стал просветленным монахом. Вот, вот, Ли Ван Су тоже был похищен в начале Корейской войны, и тоже погиб вот при этих обстоятельствах каких-то не очень выясненных. Вот этот роман «Сон», сама книжка издания, и персонажи. Как видим, Чвэйн Хи играет главную героиню, прекрасную барышню Талэ, которая полюбила вот этого монаха, Чо Сина, и с ним согласилась бежать. Что интересно, значит, в этом фильме. Роман «Сон» был экранизирован три раза. Вот это экранизация 55-го года, потом была экранизация 67-го года уже с другими героями, и, наконец, была экранизация 90-го года. Когда я переводила роман «Сон» 55-го года, я его фактически не переводила, я себя указала просто как редактор, потому что я взяла текст Троцевич, который был, и чуть-чуть его сокращая, реплики шли один в один по тексту. В 67-м году, когда Син Санук снова экранизировал этот роман, там опять реплики шли один в один по тексту. Но в 90-м году уже появился такой роман, фильм «18 плюс», там уже были какие-то фантазии, вот режиссерские, и сценарий был другой. Так, сейчас посмотрим. Вот забавный момент в фильме «Сон». Дело в том, что в 55-м году только-только закончилась война. Еще не было там ни декораций, ни каскадеров, практически ничего. Все делали сами. И там в романе монах, он молится Бодхисатве Кваным. Бодхисатва Кваным – это женский образ, это вот богиня милосердия, которая была нинь у японцев. Вот он молится этой Бодхисатве, и она ему посылает вот этот сон, на самом деле. Но снимали они где-то на натуре, и там статуи, которую он молится, у нее такие замечательные усики. То есть он, значит, к ней взывает Кваным, а она такая с усиками. Я так подозреваю, что они просто сняли вот тот буддийский храм, который был у них поблизости. Еще один момент я перепроверяла несколько раз. Переводит Роцевич Медведь. Там, когда герои убежали из монастыря, вот эта прекрасная барышня Толы, и, значит, этот грешный монах бежал с ней вместе. Вот они бежали из монастыря и прятались в пещере. И он говорит, подожди, из пещеры должны выйти звери, которые там живут. Я перепроверяла несколько раз. Медведи. Я не поленилась, я нашла текст на языке оригинала. Медведи. В фильме вот эти вот звери вышли. Но это не медведи, это бурсуки. Видимо, под рукой не было медведей. Ничем другим я не могу объяснить. Или енотовидные... А, енотовидные соваты. Енотики. Вот вышли такие вот енотики. Почему енотики? Кого нашли? Кого нашли, видимо, те и вышли. Потому что медведей под рукой не было. Фильм 67-го года, тоже сон. Видите, уже совсем другой монах, он такой мордатый. Снимался мужчина с очень модной тогда внешностью. Но что интересно, ведь и в Советском Союзе, и в Америке в моде была такая внешность. Тяжелая мужская красота. Тяжелый подбородок, вот это все. Корейцы, они никогда не боялись показаться некрасивыми. Вот если даже красавец-мужчина, мы не будем этот фильм сегодня разбирать, просто некогда. Но красавец-мужчина запросто может играть уроду. Он охотно себя изуродует, потому что это же роль. Вот, это интересно. Вот здесь другой монах и немножко другая, значит, барышня. И вот третья экранизация этого же романа. Уже тут фантазии, так сказать, режиссера вовсю. Тут уже эротика. Ну, там, в общем, могла быть эротика. Куда деваться-то? Они сбежали, в общем, не для того, чтобы просто возносить молитвы. Вот, ну, здесь совсем другая уже красота, совсем другие персонажи. Вот, хотя это тот же самый роман. Вот он третий раз экранизирован. На премьере вот этого фильма, «Третьего сон» 90-го года, На эту премьеру режиссер пригласил ветеранов предыдущих, двух предыдущих экранизаций. Он боялся, что никто не придет, но набежали, значит, старички, там, бабушки, дедушки, посмотреть на своих кумиров молодости. Пришли кумиры. Вот, как раз к этому моменту Син Санок и Чвенхи сбежали из Северной Кореи. Всем было интересно. Они про это очень много рассказывали. Вот, потом вот этот вот не худой актер Син Мин Юн рассказывал, как было ужасно тяжело таскать эту прекрасную юную барышню Таллеева. Как-то не смущало, что сама по себе, значит, эта юная барышня, она уже не юная, уже не барышня сидит рядом, она еще довольно худенькая. Вот, да-да, значит, вспомнили заодно, как снимали без трюк, без каскадеров. Там вот сцены поединков, например, они, их вообще невозможно смотреть, потому что там актеры волдузят друг друга просто как умеют. Ну, так получается. И Чвенхи рассказала душераздирающую историю о том, как она падала с лошади. Вот я вам сейчас покажу этот эпизод, вы просто оцените. Значит, снималась сама актриса. Это они убегают. За ними погоня, они дрешные любовники. Музыка такая пафосная. Вот сейчас к вопросу о межкультурной коммуникации. Вот, и сейчас он будет ее элегантно подсаживать на лошадь. А гонятся за ними хвораны. И вот в какой-то момент она падает с лошади. И у меня, честно говоря, все оборвалось, когда я видела, как она шмякнулась. Вот, собственно, вот такой вот момент. То есть это снято все, естественно, без каскадера. Там один из актеров рассказывал, как он снимался в военном фильме, тоже все без каскадеров. Вот, и он по ходу дела, его должны были убить. Он летчик, он, значит, летит в самолете. И у него вот это вот ветровое стекло, вот, как оно называется, которое его закрывает. И там должна появиться вот эта розочка от пули. Вот, они, значит, что сделали? Они зашли в ближайшую военную часть, попросили лучшего стрелка, посадили актера. И этот лучший стрелок, значит, пальнул. Буквально в виске от него вот так вот. Вообще было очень страшно. Вот, вот они примерно так тогда и снимали. Вот, пожалуйста, значит, ведущая актриса, вот так вот падает с лошадь. Потому что я так подсаживаю. Вот, вот, это такая вот классика тогдашнего мематографа. Дальше мы с вами переходим к следующему фильму. Сейчас я вам покажу. Значит, это были фильмы, снятые по произведению Лик Ван Су, который сотрудничал с оккупантами, потому что считал это правильно. Мы переходим к абсолютно беспринципной личности, к писателю Кентонину. Он был крайне неприятным человеком. Я даже не буду рассказывать, что он сделал с эмансипированной женщиной-писательницей, которую он фактически довел до самоубийства. Он родился в очень обеспеченной семье. Учился в Японии. Потом, значит, вернулся там, унаследовал наследство. Вот, ну вот о нем рассказывали, например, что, когда ему там приспичило купить сигареты какой-то особенной марки, он просто нанял ликши и поехал в соседний город. Тратил кучу денег там на коллекционирование керамики. У корейцев такая очень хорошая была керамика. Вот эти все знаменитые хвазы, селадон. Вот это все он, значит, собирал, тратил эти деньги, тратил их на скачках. У него были какие-то жены и дети. Я не разобралась, честно говоря, не особо стремилась. Но его бросала первая жена, потом он женился вторично. У него была страшная полемика с Лиг Ван Су. Лиг Ван Су считал, что литература должна воспитывать, назидать, перенимать все лучшее у завоевателей и адаптируя это все к корейской действительности, каким-то образом передавать, чтобы народ развивался. А Кентонин, он считал, что литература должна быть развлекательной. В частности, он считается одним из основоположников, если не первым писателем, который написал научно-фантастический рассказ. Вот я заранее извиняюсь за содержание этого рассказа. Он называется «Исследование доктора К». Вообще найти произведения на языке оригинала вот этих писателей довольно легко, потому что они все выложены в сеть, на них и стекляторские права. Поэтому, значит, если вы мне не верите, вы можете найти эти исследования доктора К. Короче, это о том, как можно из экскрементов делать еду. Это корейская тема, какашек для них не такая, как для нас, она для них гораздо менее табуирована. Это научно-фантастическое произведение, там это все научно доказывается, почему это все можно делать. И когда он, значит, он окончательно промотал все свое состояние, ну, как бы наш ответ любым жизненным трудностям от алкоголя и наркотики, как известно, ну, литературку он тоже не бросил, и он начал писать романы в духе Дюма. Они печатались с продолжениями в газете, ну, скажем, 160 выпусков, главки. Потом выходили с вековыми романами, и эти романы, они были про-японскими. В чем про-японскость таких вот романов? Вот, например, роман «Молодость». Это обложки старых изданий, вот первых изданий этого романа. Корейцы очень любят давать своим произведениям такие названия, чтобы их нельзя было найти в сети никогда. «Молодость», «Земля обетованная», «Любовь». То есть ты набираешь вот в поисковике, а тебе так сразу два миллиона результатов. Раз. Вот, поэтому, когда мы фильм переводили, мы поставили название хотя бы «Их молодость», ну, чтобы хоть как-то отличалось, потому что, ну, это же невозможно. Вот, или вот еще вариант перевода «Они молодые», ну, то есть какие-то молодые люди. В чем про-японскость подобного романа? Значит, в этом романе рассказывается о Тывангуне и молодых людях, которые были его сподвижниками. Кто такой Тывангун? Знает? Расскажу сразу, кратенько, минут на 20. Вот, значит, Тывангун – это был отец предпоследнего короля Чусона. Он никогда не был сам королем, он был там каким-то бедным родственником, но с помощью очень таких умных, хитрых интриг посадил на трон своего сына. Вот, и при нем оставался рельгентом много лет. Он там вводил какие-то новшества. С другой стороны, там он занимался преследованием христиан, потому что через иезуитов шло западное влияние и в том числе шпионаж. Вот, это как бы надо было пресекать. То есть там все было сложно. Но когда последний король женился, король Каджун женился на королеве Мин, она так вошла в историю, как королева Мин. Королева Мин, она очень быстренько Тывангуна подвинула, поселила его в маленьком дворце, который там недалеко от царских дворцов, но все-таки не внутри дворцов, а снаружи. Дворец более низкого статуса. Вот он там жил, значит, в этом дворце. И его фактически от власти отстранила королева Мин. Королева Мин, с одной стороны, была противницей, скажем, японского влияния. Японцу ее, в конце концов, и убили. Она превратилась в мученицу и, соответственно, в положительного героя истории. А с другой стороны, королева Мин, если так реально посмотреть, она везде очень быстро посадила своих родственников. Их у нее было, естественно, много. И они, в общем, некоторые просто мили рекорды по взяточничеству. То есть там тоже как бы не все однозначно. Персонажи Кентонина, персонажи молодости, это сторонники Тывангуна. Это противники королевы Мин. Королева Мин противница японцев. Следовательно, противники королевы Мин – это сторонники японцев. И мятеж в финале показанный. Убийство королевы Мин – это было вообще страшное преступление. Это было политическое убийство. Ее убили прямо во дворце, ее убили японцы. Это было попрание всего и вся. Оскорбление для нации. Но в фильме, в романе и впоследствии в фильме это показано, как такое народное сопротивление. Народное сопротивление кому? В первую очередь злым министрам, вот этим взяточникам, родственникам королевы Мин. Сама королева там не появляется в фильме, а там появляются ее родственники. Вот они страшные злодеи, они взяточники, а Тывангу наоборот такой хороший. То есть вот такая вот завалированная, очень сложная, вплетенная в такие интриги тема, она на самом деле имела про-японскую подоплеку. И эта подоплека, она очень легко считывалась с современниками. То же самое, например, другое, роман «Белая река», там действие вообще происходит чуть ли не в эпоху села, но там, то есть это чуть ли не VI век, совсем как бы древность, но там в какой-то момент положительным героям на помощь приходят японцы и их спасают. Вот это битва при Белой реке, там японцы пришли и победили, помогли победить. То есть в романе опять, даже в историческом, есть такая вот про-японская подоплека. То самое интересное, Кентани в 1939 году был арестован за кощунство, потому что в каком-то из разговоров он сказал, ну он император, он же всего лишь человек. Как это император человек? Вообще-то император бог, богохульничать не надо, а из-за этого, значит, его упекли в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, он с еще большим рвением начал служить. Японцам ездил в Маньчжурию утешать японскую армию, потому что, не знаю, с чтениями какими-то они выступали. В какой-то момент, после 1945 года он стал ярым антикоммунистом, продолжил полемику с Лик Ван Су, называл его «Человек без Родины». То есть там даже разбираться в этом сложно. В 1949 году у него случился инсульт, и как раз вот он был парализован, и как раз началась Корейская война, и все, он очень быстро вошли северяне. Жена с детьми уехали, а его просто оставили, потому что он не мог двигаться. Он умер в доме, человек, которого никто не любил, прямо скажем. Тем не менее, этот человек оставил большое литературное наследство, и эти книги продолжают переиздавать. Экранизация в 1955 году романа «Молодость» произошла, ну, фактически сразу. Сейчас я вам покажу афишу. Вот она, видно? Вот тут, значит, ну, все как мы любим. Героиня, обнимающая умирающего героя, побратимы такие с пистолетами, вот это вот злой министр, министр Мин как раз, и замечательная сцена. Чем прекрасен этот фильм в том числе? Есть такой сюжет в корейском кино, в современном сериалах, это сюжеты с переодеванками. Это когда девушка переодевается юношей, принцем, например, наследным, как в последнем сериале, кстати, называется «Любовь». Прекрасное название, легко отличить от 100 тысяч других. Вот, значит, переодевается юношей, и никто, конечно, кроме зрителей не видит, что это девушка. Вот, а сейчас мы с вами посмотрим на Чвейнхи, которая переоделась юношей, чтобы участвовать в, так сказать, в борьбе против злого министра Мина. Но здесь с ней в паре играет один из главных сердцеедов той эпохи. Если вы знаете такого актера Чвейнсу, он играл Чёрного Даоса в сериале «Воин Бэк Тон Сун», известный сериал современный, снятый не так давно. Ну, короче, очень классный актер. Вот это его отец. То есть он был член... Он, так сказать, был одним из... Входил в актерскую династию. Очень был популярный актер. Вот здесь вот он играет такого героя. Но он знает, что перед ним девушка, и её дразнит. А сейчас мы посмотрим, как Чвейнхи изображает юношу. Она так не только перед ним, она перед всеми так изображает юношу. И, конечно, никто не догадывается, что это девица. Иго. Кто-то подсчет. Постальности. А. Остана. А. Мгриiro. Покина. Игорь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы не думала, но здесь опять Чуэнхи играет мужчину. При этом ей уже так основательно лет, и она такая уже тетенька. Ну и мы видим, 67-й год, тут уже такие тяжелые лица, совсем другая внешность у людей. Этот фильм снял под другим названием, он назывался, по-моему, «Злая луна». Его снимал младший брат Чуэнхи. То есть там мафия была хорошая, вот эта Син Санок, его жена и все их родственники. Третий фильм «Пагода без тени». Вот этот автор Хён Джин Гон, он как раз из тех, что предпочел сломать свою кисть. Он не сотрудничал с оккупантами, и все, что он писал, не было таким, как сказать, не прославляло ни прямо, ни косвенно японцев. Это была очень интересная семья. Он родился в городе Тэгу. Его отец возглавлял телефонную службу вот этого города, пока там его не заменили японцам. И сам вот писатель в будущем был четвертым сыном. В этой семье довольно такая редкость для корейцев. Знали иностранные языки. Старший брат учился в России, работал в российском посольстве, потом боролся за независимость, работал в Шанхае. И в какой-то момент был схвачен и погиб от пыток, а жена его покончила с собой. То есть это все произвело очень большое впечатление на будущего писателя. Он был человеком нездоровым. На фотографиях, вот это видно, здесь я в общем подобрала, где он еще так ничего выглядит. Но вообще у него дотловато, такое нездоровое лицо. Ну и при этом он еще очень много пил, чтобы как бы тоже не шло на пользу здоровью. Это было... Он даже написал об этом рассказ. Это было в традиции. Сесть и выпить. Интеллигенция, она в общем без этого как бы не могла. Но вот у него это не получалось. Нехорошо ему от этого было. Что еще интересно, в отличие от очень многих интеллектуалов того времени, даже как заключались браки в состоятельных семьях, браки были договорные. То есть между двумя семьями родители договаривались, подбирали правильную невесту, чтобы состояние, положение в обществе соответствовало. Вот и заключали такие браки. Часто эти девушки были очень такие недалекие, неразвитые. И мужчины-интеллектуалы, которым там в 15 лет навязали такую жену, они где-то в 20 лет уже ее бросали и начинали жить с какой-нибудь интеллектуалкой. Вот Хён Джин Гон был единственным, наверное, из всех. Ну, может быть, не единственным, но один из немногих, кто всю жизнь прожил вот с этой самой навязанной ему женой. Никогда не изменял своему браку. На русском языке вышли семь его рассказов. Удачный день, вот книжка представлена. А читательские отзывы пишут, что это жуткая депрессуха. Ну, в общем, легко догадаться. Его называли корейский Чехов, потому что он писал небольшие рассказы о жизни и судьбе маленьких людей. Там Рикши, еще кого-то. Ну да, конечно, это было все депрессивненько. Причем мы даже не... Для нас это депрессивно, а для них это нормально. Если вы оказываетесь на сайте, который рассказывает... О храме Кульбукса вам покажут вот эти две странные пагоды. Они странны тем, что они разные. По идее, парные стоят перед храмом, и они похожи. Вот здесь совершенно разные пагоды. Причем вот эта вторая пагода красивая. Она даже есть на монете. Изображена, по-моему, на 10-воновой монетке. Чем мельче монета, тем более ценное произведение искусства, тем более важная какая-то вещь на ней изображается. В данном случае вот эта пагода считается одним из величайших произведений искусства. И если попасть на сайт этого храма, там обязательно будет рассказана древняя легенда о том, как мастер Асадаль, мастер из Пуё, или другой вариант, из Пекче, строил вот эту пагоду, и его, чтобы не отвлекать, к нему никого не пускали. И вот его жена, прекрасная Асанё, там, с самого Пекче, пришла пешком, там, с узелочком, чтобы повидать своего мужа. Но ее не пустили. И настоятель ей сказал, что ты сядь рядом вот с храмом и смотришь в озеро. И когда пагода будет готова, она отразится в озере. Она, значит, смотрела, смотрела, но пагода не отразилась. И тогда она бросилась в пучину, и сия пучина поглотила ее в один момент. Асадаль об этом узнал, тоже бросился в пучину, и все умерли. Вот эту древнюю легенду, значит, охотно рассказывают... Асадаль и Асанё, это их памятник им поставлен в виде такого несколько древнего изображения. Вот, не знаю, показывать вам полутораминутный мультик, где все это рассказано или нет. Будете смотреть. Давайте покажу. Пагода бесценил мультфильм. Субтитры создавал DimaTorzok 그리움을 이기지 못한 아사녀는 불곱자로 찾아갔지만 탑이 완성되기 전까지 여자를 들일 수 없다는 금기 때문에 아사다를 만날 수 없었다 안타깝게 여긴 문지기는 탑이 완성되면 연못에 그림자가 비칠 테니 그것을 보며 기다려가고 위로한다 그러나 야속하게도 탑 그림자는 영영 나타나지 않았고 하염없이 연못을 바라보던 아사녀는 기다리며 지쳐 물속에 몸을 던지고 만다 자기의 삶은 이기지 못한 아사녀는 사랑을 지켜주지 못한 아사다로 이렇게 이야기한 것보다 아사다 그리고 인간에 이기지 못한 아사다 인간에 이기지 못한 아사다 с продолжениями. Отпечаталась в газете, это «Пагода без тени», и потом вышла отдельными книжками. Причем ее продолжают переиздавать. То есть, вот тут есть старое издание этой книги и новое издание. Старое издание, оно, в общем, где-то до полутора миллионов может стоить. Ну, где-то 10-12 тысяч вон, то есть очень доступно, можно все это купить. Значит, этот, как видите, три совершенно разных авторов в плане их политических устремлений. Тем не менее, одна и та же съемочная группа снимала по их произведениям фильмы. «Пагода без тени», фильм 1955-го тоже года. Здесь Чуэн Хи, как мы видим, в роли героини она в объятиях своего несостоявшегося мужа. Там история, она более сложная, чем история Садали. Асанё, потому что в Садали влюбилась вот эта вот капризная девушка, дочка правителя, аристократа, она должна была выйти вот за этого товарища, она его умоляет отказаться от брака. Короче, там все очень плохо, там все еще хуже. Все очень страдают. Герои выглядят немножко ряжеными в этих одеждах. Тем не менее, фильм очень красивый, очень приятно смотреть. И что еще интересно, его снимали, естественно, на натуре, то есть можно увидеть, каким выглядел храм Пульбукса в 1955-м году. Сейчас туристическое место, известно. Вот. Где смотреть старые фильмы? Вот сайт Korean Classic Film и группа, которая называется «Важнейший из искусств». Наверное, уже узнали Чвейнхи в роли девушки, переодетой юноши на аватарке. Вот. Здесь выложены те переводы старых фильмов, которые мы сделали, которые можно смотреть на русском языке. Вот. Собственно говоря, это и все. Мы увидели, что один и тот же творческий коллектив одно и то же время снимал фильмы по произведениям как писателя, связанных с борьбой, так и с писателями, которые работали на японцев. И... Что еще? Никого не смущали вот эти спорные моменты в биографии, никого не смущали спорные моменты в сюжете, и это впоследствии так будет сохраняться. Ну, это, в общем, просто красивые черно-белые фильмы, которые, в общем, стоит смотреть. Фильм о вечных ценностях, о любви. Я бы сказала, это фильмы про Чвейнхи, какая она красивая. И смотрите их, пожалуйста, потому что это очень хорошее кино. Для всего. Спасибо. 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 Спасибо.